МВД Падыгей убедительно просит водителей не выезжать в эти дни без особой необходимости. На протяжении нескольких дней сохраняются сильный снегопад и морозы, несвойственные для нашего региона. Отметим, что по прогнозам синоптиков такая погода в республике будет стоять еще несколько дней. Водителям следует быть крайне внимательными, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим ввиду сложившейся обстановки. В настоящее время все экипажи дорожно-патрульных служб нацелены непосредственно на контроль проезжаемости и оказанию помощи всем участникам дорожного движения. Необходимо отметить, что служебный транспорт оснащен всеми необходимыми устройствами. С целью минимизации времени усилены и группы по оформлению дорожно-транспортных происшествий. Полицейскими на маршрутах патрулирования также проводится мониторинг проезжей части по выявлению снежных заторов. В случае их обнаружения инспекторы незамедлительно передают информацию и осуществляют на сложном участке дорожного движения регулировку транспортных средств. В связи с работой снегоуборочной техники всем автолюбителям рекомендуется не оставлять транспорт на проезжей части. Также старайтесь избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к дорожно-транспортному происшествию. В полиции Майкопа по специально выделенным номерам ведется прием сообщений о фактах незаконного оборота наркотиков. Лица, занимающиеся сбытом запрещенных веществ, находят все новые способы продажи наркотиков. При этом на протяжении последних лет они активно используют в своей противоправной деятельности современные информационные ресурсы, в том числе сеть интернет. С целью более оперативного реагирования на подобные факты в отделе МВД России по городу Майкопу организована работа отдельного телефона доверия для приема сообщений о закладках. Контактный номер 8772-52-7777. Также у майкопчан есть возможность не только устно проинформировать полицию о наркопреступлениях, но и прислать фото и видеоматериалы с места происшествия на номер сотовой связи 8-967-308-82-28. Граждане могут отправлять фотографии и видеосъемки с мобильных телефонов с помощью мессенджеров Telegram и WhatsApp. Телефоны работают в круглосуточном режиме, анонимность гарантирована. Полиция ДГИ напоминает гражданам порядок действий при обнаружении поддельных денег. Необходимо постараться вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Затем следует незамедлительно обратиться в полицию и дать исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная банкнота, сообщить приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не делаете и пытаетесь отделаться от купюры путем ее сбыта, то сами совершайте преступление. При обнаружении подделки в момент ее получения по возможности необходимо принять меры к задержанию лица, совершающего ее сбыт, пригласить охрану магазина, позвонить в полицию, нажать тревожную кнопку. Ни в коем случае нельзя возвращать банкноту сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался и незамедлительно сообщить сотрудникам полиции. В случае возникновения сомнений в подлинности денежных купюр следует обратиться в банк или сообщить об этом в полицию по телефону 02 с мобильного 102.